Голова жирная к концу дня и хочется мыть ее реже? Сегодня обсудим, что такое кавошинг и возможно ли приучить кожу головы жирниться меньше. Привет, меня зовут Клава, добро пожаловать на мой канал. Так как многие мои первые видео были основаны на классическом кудрявом методе, в них много спорной и устаревшей уже для меня информации. Поэтому я решила некоторые видео переснять, а некоторые объединить в одном. И сегодня поговорим об очищении кожи головы и о кавошинге. Я в последнее время очень задумываюсь обо всем этом кудрявом движении, и мне очень нравится философия любви к себе, применятия своих волос. Но я все больше убеждаюсь, что советы книжки подходят далеко не всем. И причем самая моя большая претензия к составам средств и категоричности этого метода. И глупо утверждать, что все натуральное хорошо, а либо химия плохо. Также глупо игнорировать науку и медицину. И я продолжаю идти к своей цели, адаптировать этот кудрявый метод и делать его более современным, постараться учесть проблемы выпадения волос, проблемы кожи головы, но в то же время сохранить основную мысль о том, что кудри нужно увлажнять и беречь, бережно к ним относиться. Собственно, с этой идеей был создан мой первый авторский курс про керли, как результат моего двухлетнего опыта и даже опыта моих подписчиков, а также изучение научной информации в разных областях, связанной с волосами. Подробнее о нем вы можете почитать по ссылке в описании этого видео. Занято начнутся 18 февраля, вы еще успеете пересоединиться. Перейдем к теме видео. Керли Герл Мэток подразумевает отказ от сульфатных шампуней в пользу деликатных, с нижними очищающими компонентами и неагрессивными паф. Часто даже советуют отказаться от шампуня вовсе в пользу исключительно кавошинга, то есть мытья волос кондиционером. И я сама упорно пыталась использовать кондиционер для мытья головы и расскажу о своей истории. Вообще, что такое кавошинг? Кавошинг это сокращение от Conditioner Only Washing, что означает отказ от шампуня и мытья волос только кондиционером. И в результате состояние волос оказывается чем-то средним между чистыми до скрипа и таким вторым днем после мытья головы. В общем, мягкими, более гладкими и послушными. И за счет чего вообще есть какое-то очищение. Большинство кондиционеров и бальзамов содержат в составе небольшое количество очищающих агентов, так называемых катионных поверхностно-активных веществ, катионных паф. И, ну, для примера, наиболее часто встречающие это синтримониум и бигентримониум хлорид. И смешиваясь с водой, эти катионные паф отмывают небольшие частички грязи и оставляя волосы немного очищенными, но не слишком пересушенными. В то же время кондиционеры содержат кондиционирующие вещества. И кондиционер не будет так излишне выбывать кожный секрет, кожное сало. Оставлять на коже будет так называемую естественную кислотную мантию, себу, которая создана защищать наши волосы. И все это звучит очень прекрасно и заставляет всех кудрявых хоть разок такой-нибудь его пробовать. И я не стала исключением, но... Прослой зимой, как раз в разгар Кабошинга, я наблюдала у себя повышенное упадение волос и обострение моего сиборийного дерматита. И хоть я вас всегда призываю не паниковать, сама я безумно испугалась на тот момент, поэтому пошла к трихологу и сделала диагностику, сделала фототрихограмму. И диагностика показала, что я недостаточно хорошо очищаю кожу головы. У меня имеются сальные пробки, не дающие фолликулам дышать, наблюдается истончение волос и выпадение волос по женскому типу. То есть неявные признаки андрогенетической аллопеции. И процентов 90 того лечения, что мне назначила трихолог, оно вообще не вписывалось в кудрявый метод, но я уже устала жить, знаете, с постоянным вот этим зудом, налетом, не могла смотреть на все более лысеющий затылок. Так что первый и самый важный, на мой взгляд, пункт в сохранении здоровых волос, здоровой кожи головы, при наличии каких-то проблем, повышенного зуда, сильного падения волос больше 100 в день, наличии корок, высыпаний, необходимо обратиться к трихологу хотя бы для диагностики. Врач объяснила мне процессы, происходящие на коже, когда я недостаточно ее промываю. Давайте поговорим о том, почему в принципе надо мыть голову, почему наша кожа жирнится. Продукция кожного сала находится полностью под гормональным контролем. Сальные железы активируются в период полового созревания под влиянием мужских половых гормонов, что приводит к увеличению секреции кожного сала в подростковом возрасте. И именно поэтому вот после 10-11 лет кожа становится более жирной, у многих появляется акне и начинает жирниться по-настоящему голова. И так как активность сальных желез в большей степени зависит от мужских половых гормонов, андрогенов, жирность кожи в среднем у мужчин выше, чем у женщин. У женщин увеличение жирности кожи может происходить перед менструацией, в конце цикла, когда увеличится уровень прогестерона. Он тоже влияет на работу сальных желез. Еще есть ряд факторов, влияющих на гормоны, например, образ жизни, сон, уровень стресса. И поэтому жирность кожи лица и головы у всех различается, завися как раз от состояния гормональной системы. И это совершенно нормально иметь жирную кожу. Большая часть людей в таком возрасте детородном имеет жирную кожу головы, требующую ежедневного мытья. И наше общее большое заблуждение, что чем реже мы моем голову, тем меньше она жирнится, ведь на гормональную систему мытье или его отсутствие никак не влияет. Из чего состоит себум кожаный стекрет? Кожаное сало это смесь три глицеридов, холестерина, сложных эфирных восков и сквалина. И само по себе кожаное сало вызывать каких-то серьезных проблем не может. Также оно не имеет запаха. Запах может появляться при выделении бактериями продукты жизнедеятельности. И на нашей коже живут различные микроорганизмы и грибы. Больше всего проблем нам доставляет один вид дрожеподобных грибов, малосезия. Это не грибок, в нашем понимании, не заразная инфекция. Они есть на коже каждого человека, однако в разном количестве. И зависит их количество от обилия и густоты кожного сала. Если мы регулярно моем качественно кожу головы, то эти грибы малосезия не страшны. Они содержатся в маленьком количестве, мы их смываем. Но если мы истягиваем процесс мытья и слишком долго ходим с грязной головой, мы создаем комфортные для их размножения и активности условия. Малосезия обладает липазной активностью, выделяет ненасыщенные жирные кислоты, такие как алиновая или арахиденовая. Не знаю, как точно ударение. В общем, эти продукты жизнедеятельности, они могут приводить к нарушению функции эпидермального барьера. И запускают воспалительную реакцию, иногда с видимым воспалением или без него. Почему же у кого-то воспалительная реакция в виде сибарейного дерматита и перхоти будет присутствовать, а у кого-то нет? А дело все в индивидуальной чувствительности. Примерно у 50% людей она есть. Эта восприимчивость объясняется нарушениями барьерной функции кожи. То есть проницаемость кожи повышена, поэтому восприимчивость к этим жирным кислотам в продуктной жизнедеятельности грибов малосезия увеличивается. Эту информацию важно знать, чтобы суметь оценить свою ситуацию и предпринять необходимые меры. Потому что если вы попадаете в группу людей с жирной кожей головы и нарушенным кожным барьером, я, кстати, в вашем числе, то вам противопоказан каошинг, редкое мытье головы или использование недостаточно очищающих шампунев. В общем, все то, на чем так настаивает кудрявый метод. Если мы не будем достаточно хорошо очищать кожу головы, то кожный секрет будет накапливаться, становиться густым, и химический состав его из-за выделения грибами и жирных кислот будет меняться. И хоть внешне, возможно, будет казаться, что как будто голова меньше грязнится, на самом же деле просто нарушится салоотток и постепенно разобьется воспаление. Сиборийный дерматит, перхоть. Отсюда зуд, боль у корней, шелушение и налет на кожу головы. Но помним также, что все мы индивидуальны. Если вам нравится, если нет проблем и вам достаточно очищения и каких-то неприятных симптомов нет, замечательно, используйте каошинг. Для людей с суперчистительной сухой кожи головы каошинг бывает отлично подходит. Особенно хвалят такие средства для каошинга, как каошинг от Бриоджио, Дива Керл Ноу Пу, Эза Эм Кавош или новинка от Эльсей в шампуне 3 в 1 многим нравится. Мне нравится Джейсон Дендров кондиционер плюс шампунь. Но, если при мягком очищении есть у вас проблемы, стоит задуматься о смене своего ухода и подборе более очищающего шампуня. Я снова призываю вас ориентироваться на свои собственные ощущения. Плюс ко всему, пожалуйста, если проблемы кожи головы преследуют вас уже давно и вы не можете подобрать уход для себя, не занимайтесь самолечением, обратитесь к врачу-трихологу. Иногда есть необходимость сочетать зажирные проблемные кожи головы и сухими волосами. И как раз на вышеупомянутом курсе я расскажу о вариантах решения этой проблемы. Также я хочу разыграть одно место на курсе среди вас, мои зрители, для того, чтобы участвовать в конкурсе. Оставьте комментарий внизу, напишите, сталкивались ли вы с проблемами кожи головы, жирная ли у вас кожа или же сухая, подходит ли вам кавошинг, какой вообще опыт с очищением у вас есть. Если у вас нет времени расписывать длинный комментарий, но желание участвовать в конкурсе и занять место на курсе про керли есть, напишите просто слово «участвую». Результаты я подведу 18 февраля в день старта курса в 12.00 в своем инстаграм в прямом эфире, поэтому оставляйте комментарии, участвуйте и всем удачи! Ссылки на источники, которые я использую при подготовке к данному видео, я оставлю внизу, чтобы вы могли подробнее почитаться об этой теме. Надеюсь, это видео было для вас полезным. И у меня все на сегодня, увидимся через неделю, пока! Если вы первый раз на моем канале, то нажмите сюда, чтобы посмотреть предыдущие видео и сюда, чтобы подписаться!